привет друзья тут зажигалочка я в риге на своем любимом оперном мостике сегодня тут очень тепло я даже одета не очень-то по сезону потому что тут началось настоящее лето но я собираюсь гостиницу переодеться смотрите как красиво я представляю вам первый фильм о риге из цикла город и люди сегодня мы отправимся в старинный город ригу чтобы узнать о его исторических оборонительных сооружениях и прекрасном городском канале а также мы погуляем по оперному мостику гуляя по каналу невольно задумываешься а что же тут было раньше оказывается 15 веке тут были и рижские оборонительные валы с песчаными насыпами они были построены для защиты от все более современного огнестрельного оружия песчаный вал был выбран как более легкий вариант легче восстанавливать по сравнению со стеной однако эта мощная система обороны препятствовала развитию города затрудняя транспортное движение и строительство история городского канала связано со сносом крепостных валов риги в 19 веке оружие уже сильно изменилось и в 1857 году царь александр второй разрешил снести валы и заменить их городским каналом проект предусматривал использование канала для перевозки грузов и как резервуара для пожаротушения ноль канала планировали зоны отдыха для горожан ход канала частично повторял ход крепостного рва работа продолжалась долго выполнялась вручную с помощью лопат и тачек берега реки даугава были укреплены землей а руб был частично засыпан превратившись в городской канал вокруг канала также проводили выравнивание песка сажали деревья и устраивали дорожки которые простирались до мостов марии и николая с течением времени канал приобрел свой современный вид городской канал это искусственный водоток протяженностью 3,2 километра расположены в центре риги на правом берегу реки даугава канал имеет глубины около двух метров и 16 различных мостов он начинается у центрального рынка и протекает под железнодорожным мостом канал создан с ровными берегами и равномерным течением вдоль его берегов раскинулись зеленые зоны созданные в 19 веке канал также служит прогулочным местом прошлом канал имел и практическое значение люди живущие вдоль его берегов получали доставку дров других товаров шлюзы на обоих концах канала андрея и карля сдавались в аренду а арендаторы взымали налоги с проходящих по каналу лодок и судов зимой на канале устраивали катки а летом лодочные причалы через канал было построено несколько мостов два из которых сохранились практически в первоначальном виде интересная история связаны с мостом оперного театра или мостом тиммы он также был построен в конце 19 века идея перехода через канал принадлежала покойному профессору вильгельму фон тиму который в своем завещании хотел построить мост перед своим местом работы рижским политехническим институтом чтобы студенты могли легче добраться до учебного заведения ныне там латвийский университет его вдова исполнила это желание однако за прошлый день их не хватило поэтому в итоге городской совет также финансово поддержал этот проект сегодня городской канал продолжает украшать ригу преддверии восемьсотлетия города были проведены работы по очистке канала и укрепление его берегов сегодня канал ожил благодаря отреставрированным лодкам привезенным из швеции прокатным лодкам и доскам суп стендап пэдлборд освещение мостов ночью и фонтаны летом также делают это место более привлекательным этот красивый исторический объект продолжает радовать жителей и гостей города своей уникальной атмосферой рига 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 Это фридом монумент, и мы сегодня в Риге с Микой. Найс! Вдоль Иришского канала расположено множество архитектурных памятников и скульптург. О май гаш, Мик! В 1887 году скульптор Август Фольц задумал проект фонтана, который бы находился напротив здания первого городского в то время немецкого театра. Мастерская Фольца работала над внутренним убранством театра, а сам Фольц придумал возможность благоустройства окружения этого здания и пришел к выводу, что идея нимфы, позирующая на фоне театра, могла бы иметь успех. Спасибо, что присоединились ко мне в этой увлекательной прогулке. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Увидимся в следующем фильме! Сегодня в Риге отличная погода! Я расскажу о парке Верманиса и проведу вас по сегодняшней Риге. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью! Ваша Зажигалочка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова